Итак, сейчас я более детально покажу вам, каким образом мы с вами будем закрывать петли иглой, имитируя итальянский наборный край. Для этого вам необходимо оставить кончик нити, который у вас идет от вязания, равный примерно трем длинам вашей окружности, которую вы будете закрывать. Если мы говорим о рукаве, то вам нужно взять нить, которая идет к моточку, и вот обмотать, примерно измерить три длины окружности. После того, как вы измерите три длины, вы нить отрезаете, я уже свою нить, кстати, отрезала, и вдеваете кончик нити в иглу. Очень удобно использовать иглу именно с тупым кончиком, чтобы легко было работать. Итак, мы начинаем закрытие наших петель с лицевой петельки, да, она у меня первая, вот в начале ряда, и мы начинаем их сшивать. Сшивать мы будем лицевую петлю с лицевой и изнаночную с изнаночной. Значит, вот наша дорожка лицевых петель, и мы вводим иглу от себя вот таким образом, то есть вот наша петелька, да, и мы вот так вот от себя ее вводим, иголочку, и снимаем. Хорошенько подтягиваем кончик вот таким образом. Далее я снимаю изнаночную петлю, которая идет на спицы, и вот моя следующая лицевая. Ее мы должны сшить вот этой первой, которую я уже сняла со спицы, но в этот раз мы входим от себя и как бы к себе по направлению, вот таким образом. Сейчас я изнаночную петельку верну на спицу, чтобы она никуда не делась, и буду подтягивать нить. Вот таким образом я соединила две лицевые петли. Переходим к соединению изнаночных. Вот наша изнаночная петля, но в изнаночную петлю мы будем заходить с изнаночной стороны, то есть вот как бы отсюда, с этой стороны. И в изнаночную петлю мы будем заходить вот так вот по направлению к себе, то есть вперед, иголочка должна заходить. Снимаем, и следующее изнаночное у нас на спице мы от себя прокалываем, вот таким образом. Тоже снимаем, затягиваем. Далее мы возвращаемся к нашим лицевым петлям. Вот наша дорожка из лицевых петель. Мы находим нашу верхнюю петельку, которую мы уже с вами прошивали, вот она. И заходим в нее от себя, вот так. И затем следующая лицевая прокалывается к себе по направлению. Вот таким образом. Соединяем. Смотрим на изнаночную сторону. Вот наша дорожка изнаночных петель. С изнаночной стороны она у нас лицевая. Нам нужно найти ее. Вот наш верхний хвостик. Нужно посмотреть, где наш... Вот он. Прокалываем ее к себе и вот эту прокалываем от себя. Соединяем. Хорошенько подтягиваем. Подтянув изнаночные петли, переходим к сшиванию лицевых. Находим уже прошитую один раз лицевую петлю. Вот она. От себя и к себе следующую. Соединяем. Далее переходим к изнаночной петле. Вот наша изнаночная дорожка. На этой стороне она лицевая. Вот она у меня широкая такая. Находим верхнюю петельку. Вот она. Прокалываем ее к себе и от себя. Хорошенько подтягиваем кончики. Теперь переходим к сшиванию петлицевых. То есть вы видите, ничего сложного здесь нет. От себя и к себе. Теперь изнаночная. К себе и от себя. Здесь важно смотреть, чтобы петельки наши, которые мы прошиваем, они не скрещивались. Для этого главное найти вот наша лицевая дорожка. Видите, ровная петелечка. Вот она. И мы входим от себя. И вот наша лицевая ровненько к себе иголочку. Такой у нас ровненький край получается. Надеюсь, вам видно. Соединили. Переходим к изнаночной петельке. Вот она на изнаночной стороне. Вот ее дужечка. Подхватываем к себе и от себя. Если запомнить эту простую комбинацию, как прошиваются лицевые и изнаночные петли, то ничего сложного в этом способе закрытия петель не будет. Опять же, лицевая от себя и к себе. Для вашего удобства, эту комбинацию я подпишу на экране. И давайте закроем наши петли до конца ряда. И встретимся уже на последних петельках. Я покажу, как соединять в круговом вязании наше закрытие, чтобы все было ровно. Итак, на спице у меня осталось две петельки незакрытые. Одна из них лицевая и одна изнаночная. Значит, лицевую мы сшиваем с лицевой. Нахожу лицевую петельку. Вот она. Захожу от себя и к себе. Хорошенько подтягиваю. Так. Далее изнаночная. Нахожу с изнаночной стороны изнаночную петлю, которая выглядит как лицевая. Вот она. Захожу к себе и от себя. Так. Спица у нас не нужна больше. И далее необходимо соединить вот эти несколько первых петелек, которые мы просто соединяли с последними. Итак. Мы только что сшили изнаночную петлю. Значит, следующая у нас лицевая. Находим нашу лицевую петельку. Вот она немножко спряталась. Так. Подтянем. Лицевая. Заходим от себя. И вот эта первая лицевая, ее мы соединим, прошив к себе. Сейчас тут важно найти. Вот он. Хвостик. Вот. К себе. Соединили. И далее соединим еще изнаночную петлю. Изнаночная. С изнаночной стороны у нас выглядит как лицевая. Вот она. Вот ее кончик. Заходим к себе. И вот она изнаночная петля. Здесь тоже очень важно найти правильную стеночку. Можно развернуть петельку на изнаночную сторону. И посмотреть, из каких дужек состоит наша изнаночная петля. Она может быть немного развернутой. Вот я нашла правильную стенку изнаночной петли. И прошиваем от себя. Все. Здесь важно хорошенечко стянуть. И можно спрятать кончик. Я буду прятать его на изнаночной стороне. Сейчас еще пройду через несколько петелек. И хорошенько зафиксирую. Вот таким образом. Все.